начну с того что давайте я представлю кто у нас сегодня здесь начнем с артема кендирова ведущий трейдера life investing пропком теперь уже в прошлом один из топовых трейдеров компания лап шевченко максим ведущий трейдер компании ватага и павлей александр инвестор филантроп и rockstar в прошлом ведущий трейдер компания лап а кстати надо упомянуть что и максим тоже был топовым трейдером компания лап в общем все алабовцы собрались здесь с чего я хочу начать это первым делом с благодарности что вы нашли время пообщаться что подключились сюда и спасибо вам за то что ответите на вопросы и второе опять же благодарность за то что вы в свое время вели мастер-классы преподавали рассказывали с какие-то свои фишки и благодаря вам отчасти я лично имею то что имею поэтому вам огромное спасибо давайте приступим вопросы будут очень банальные скучные но мне каждый день задают эти вопросы и мне будет интересно услышать мнение других трейдеров на эти вопросы я естественно отвечаю на них но теперь будет такое видео где сразу несколько топовых трейдеров на них постараются ответить значит первое первое какие инструменты какие инструменты нужны начинающему 3 трейдеру чтобы начать прогрессировать инструменты не в смысле что торговать а что может помочь ему перейти на следующую ступеньку каждый может высказаться давайте начнем с александра спасибо сергей за вопрос очень важный интересный вопрос на самом деле самое первое и базовое что мне пришло в голову но кроме каких-то частностей это запись видео то есть как бы введение журнала введение какие-то там чтение книжек и все остальное когда конечно здорово запись видео рабочего экрана того что ты делаешь почему потому что таким образом ты сможешь со стороны посмотреть вообще в принципе как выглядит твоя торговля какие у тебя ошибки пересмотреть какие-то торговые ситуации потому что вначале пути ты накапливаешь опыт есть и по сути не умеешь зарабатывать не умеешь торговать ты сливаешь вначале и для того чтобы понять что ты делаешь не так а что ты делаешь так и где в какой момент зарождается какая ситуация тебе для этого нужно видео экрана отлично давай максим расскажи свои фишки что что нужно тоже спасибо за вопрос смотри мне кажется для того чтобы понять вообще какой инструмент выбрать коте будет удобен и понятен для начала нужно понимать вообще какие сделки есть на рынке что торговать и по сути если так посмотреть на рынок на принципе на любой рынок на рынок акции фьючерсов наш рынок американский рынок по сути сделки грубо говоря одни и те же и там пробои там отскоки алгоритмы где-то больше неэффективности где-то меньше неэффективности и соответственно нужно просто понять на каком инструменте те либо иные ситуации лучше отрабатываются вот если ты видишь вот пробой да и ты видишь на одном инструменте они хорошо проходят есть импульсы есть движение на другом инструменте просто вот банально не хватает ликвидности или просто риски абсолютно невозможно контролировать для таких сделок и тут уже ответ сам собой напрашивается то есть там где невозможно проконтролировать риски и плохая ликвидность то там пробои возможно будет даже неудобно отрабатывать и лучше выбрать другой инструмент для себя и и опять же как саша сказал сказал про видео точно также все эти инструменты поставить на запись посмотреть где какие ситуации отрабатываются лучше и следующий раз ситуация которая наклевывается ты ждешь именно на том инструменте который тебе более менее удобны то есть ответ видео сделок также запись и анализ этих инструментов которые человек торгует трейдер да и как отрабатывается на конкретном инструменте эти эти ситуации но опять же тут и тут еще можно немножко затронуть тему дороговизны до того либо иного инструмента но опять же я думаю что все зависит от возможности контролировать риски то есть если риск небольшой то можно и в подороже инструмент залезть так артем что не будет я бы хотел бы все можно сказать подытожить мне немножко свое видение то есть написать видео это правильно но для меня нужно важно анализировать то есть мне это не заключается именно в запись видео то есть я например когда начинал я помнил каждую свою убыточную здесь то есть я мне просто снились вообще эти краснянки поможет нашу когда меня тянет лукойл бездну краснянка увеличивается увеличивается то есть всегда нужно смотреть вообще на чем ты зарабатываешь на чем стиваешь видео просто ну кто-то пишет кто-то нет и и писать однозначно хорошо но мой цвет анализировать совокупных финала и второй момент для что-то важнейший вообще важно то что ты торгуешь потому что фьючерс например одна протея акция это совершенно другая стратегия и очень важно подбирать правильные инструменты потому что трейдер который например будет торговать ничего когда он летает когда он не летает это вообще абсолютно рад когда он ходит это просто идеальный для заработка начали в конце этом когда угодно но когда он например как сейчас он не интересен очень важно подбирать инструменты многие трейдеры примеру пришли начали зарабатывать на каком-то инструменте а потом инструмент затихает затухает выдыхаются они пытаются туда-сюда туда-сюда не получается у них получается там они два месяца зарабатывать полгода сливают поэтому на мой взгляд очень важно то что ты торгуешь правильно подбирать акции правильно даже криптовалют я например отобрал там ты получаешь то есть я не куда-то там все не стараются как я торгую нефть здесь уже вы соприкоснулись с максимом немножко разные вещи то есть максим говорит что не важно что ты торгуешь то есть все работает везде одинаково но если ты анализируешь это понимаешь как это работает а ты же говоришь что эти немножко немножко не согласен хорошо а если вот записал видео раз упор прямо на анализ как анализировать как это делать самая немножко подал для своей торговли то есть я если петропавлов я не включал позавчера вчера включил сегодня включил я практически не лез есть инструмент за которыми я практически постоянно каждый день за дня в день наблюдаю то есть если это на цах посмотреть это например аэрофлота там смотрю гмк то есть я прям на за дня в день смотрю что там происходит есть любимчики просто здесь и такое это можно сказать любимчики на любимчики например у меня мечу я его сейчас ударил туда подальше потому что он не ходит любимчик у меня сбербанк на сейчас он не не дает каких-то хороших то есть я практически не торгую ты ответь как анализировать вот ты говоришь и записывай смотрите хорошо мы записали как анализирует очень важно здесь понимать во-первых то есть правильные инструменты да то есть если я расход сейчас он акция в игре его обязательно нужно написать каким образом анализировать видео просто она не поможет есть какие-то участников например на гмк периодически включается робота продавал то есть какой-то фонд продает постоянно до этого он включался там по 60 лет он был так вот по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть там часик постоял потом отошел часть опять стоит сейчас в последние там два-три дня до этого был по 15 поток то есть он просто как маркетолог мы просто став то есть он был видно и посмотреть в общем наблюдение обязательно нужно наблюдать я всегда был и до сих пор и наверно буду считать что все таки лента и стакан это первое остальное график вот сейчас очень популярный анализ объемов то есть но это получает уже история того что произошло то есть я не говорю что это вообще единственная важно да то есть и конечно уровне это все работает однозначно формации фигуры это я лично исходя ну то как она пробьется будет и пробовать и будьте пробой все это лично моей торговли исключительно в случае ленты и стаканов я прям да вот смотрю и пытаюсь понять какие участники и что там покупатели продавцы хотят покупать супер я понял супер хорошо я согласен тоже с Артем на самом деле не на каждом инструменте будет отрабатываться одно и то же а вот если инструмент в игре акция в игре инструмент в игре то там по сути вот уже есть смысл смотреть те же самые ситуации вот базовые которые в принципе везде есть и там они будут скорее всего лучше отрабатываться те же пробои они будут намного сильнее те же отскоки если основание достаточно они будут намного сильнее то есть волатильность тоже при этом играет роль и если деньги в этой в этом инструменте гоняют ли его туда-сюда то есть как в знаменитой книжке должна быть акция в игре чтобы она была интересной и уже после этого если она ходит нам важно записывать и понимать как она ходит касательно анализа видео то есть а понятное дело что просто записать его складировать не имеет никакого значения смысл в том что да первоочередно это стакан график это лента только только ты смотришь но для того чтобы тебе допустим увидеть этого робота просто смотря в стакан тебе нужно видеть это закономерность за это 20 раз ну к примеру да то есть чтоб у тебя глаз зацепился если ты увидел если ты видишь какой-то пробой который у тебя произошло и ты записал видео пересмотрел на него возможно ты этого бота увидишь не за 20 раз а на первый либо на второй раз то есть когда я говорю про видео я говорю о том что ты ускоряешь свой опыт и ты быстрее можешь увидеть и понять что что происходит с этой точки зрения конечно же анализировать это начать смотреть записывать ну то есть это можно поразновать это можно вести журналы я допустим свое время был у меня был эксельский файл там с 30 параметра на каждую сделку потому что была очень интересная для меня ситуация которую я каждый раз каждую сделку каждую ситуацию под микроскопом рассматривал минут 15-20 уделял на одну сделку и там получается много-много было столбцов то есть систематизируя эти данные ты через месяц можешь посмотреть и подумать может быть здесь зайти большим объемом меньшим объемом где поставить стопы но и так далее то есть это все детали еще один инструмент кстати господа вспомнил вот все мы работаем работали в пропах да очень мощный инструмент это команда то есть если ты в команде находишься и ты видишь то что рядом с тобой сиди человек либо в дискорд либо skype либо еще где-то который зарабатывать больше и допустим на той же самой ситуации где ты слил либо не знаешь что делать он заработал это дополнительная мотивация вообще понимание что это можно сделать это возможно это очень мощный инструмент пример пример живой пример это крайне мощный инструмент я даже чтобы это самый базовый в самом начале для того чтобы понять потому что это возможно чтобы ты увидел не у человека спросить как ты пересидел а я вот не смог пересидеть и понять почему я не смог пересидеть например какой-то вкат при этом человек вытащил какую-то большую зеленку ну да команда это классно 0 что ты видел что человек за день закрыл куда большую сумму денег и ты понимаешь что это возможно то есть и там со своими время копейками переживаешь, а рядом с тобой человек кратно больше, поэтому у тебя есть мотивация, скину и понимание, это возможно. Спасибо. Пожалуйста, еще тоже немножко дополни, но он тоже все правильно говорит. Ну просто я вспоминаю тоже ситуации, которые со мной возникали и по поводу команды, по поводу общения, и все идеально, да, на самом деле. В нужный момент, потому что инструментов очень много, акций очень много, рынков очень много, и везде может произойти какой-то памп, какой-то движение, и один ты за этим всем не следишь, это 100%. Но вот если мы конкретно говорим про новичков, то очень важно, чтобы новичок в команде слушал не просто своих ребят того же опыта, а вот именно прислушивался к каким-то советам, подсказкам, либо идеям именно опытного своего товарища, чтобы это было, ну не пустые какие-то соображения и соображения, а чтобы это было уже ну вот четко вот здесь вот обрати внимание, или вот эта бумага в игре. А не так, что, блин, там намечили, поставили 13 тысяч, и кто-то кричит, о, мечил 13 тысяч, а на самом деле, ну что там, там ничего интересного нет. Их изобретают и не заметят. Ну да. Хорошо, класс, здорово. Ответили на этот вопрос, я думаю, разжевали, давайте дальше пойдем. Такой вопрос тоже, наверное, банальный будет, но как подготовиться к торговой сессии? Нужно ли что-то делать после торговой сессии? И у вас есть ли какие-то, может быть, ритуалы, ну привычки того, вот как подготовиться и как закончить? Или бы вы уже, ну возможно, это было на первых этапах вы этим занимались, возможно, вы этим уже сейчас не занимаетесь, потому что все как-то на автомате, и вам это не требуется. Ну, может, что-то подскажете. Давайте начнем с Артема. Артем молчал долго. Давайте начнем с меня. Ну, я скажу так, что подготовка для меня, например, занимается практически очень важнейшее вообще. Каждый день подготовка минимум, это самое, если я вообще не успеваю, там 20 минут обычно, это около 40 минут, иногда до часа. Я бы хотел еще перед подготовкой важный такой момент сказать, что лично для меня утро до торговой сессии это вообще самый важный период. То есть очень важно для меня, чтобы он прошел, не то чтобы идеально, чтобы каких-то косяков. И даже бывает такой момент, что я просто на работу еду, меня подрезают, и такое, блин, настроение портится, и я уже все. То есть у меня эмоциональный фон уже другой. То есть я был на расклады, мне ничто вообще не должно помешать. То есть я всегда стараюсь так делать. То есть все должно быть по плану. Ой, Артем, ты пропал. Да. Прошу прощения. Все должно быть по плану, и с этим я стараюсь каждый день. То есть никаких не нарушать. Допустим, сладко и не поесть, не знаю, что-то такое. То есть не делать то, что может мне эмоционально навредить. Это раз. Второй момент, что очень важно подготовиться. Нужно как раз собрать вот эти инструменты, которые я уже говорил. Нужно понять, что ходит, как ходит. Потому что бывает рынок у нас, наш даже в Московской бирже, эти акты, их уже очень много. То есть их всех нужно посмотреть, где они, как оторговались, на каких уровнях, что там. Дальше у нас, например, есть инструменты по водыри. Например, полиметал, поле золото. И по-любому будут ходить до золота. Поэтому нужно обязательно знать, что с золотом. Нужно смотреть металлы, то есть как они оторговались. Я дать свои торговые еще на 3-валютные пары. Евро-доллар, Британия, это еще Австралии, Канадия для нашей, и индекс доллара. То есть хотя бы примерно, чтобы понимать, куда может пойти наша валютная пара. То есть подготовка – это очень важно. Очень немного времени. Меня всегда занимают. просмотры новостей, графиков. Практически все, что можно, я делаю. И это я делаю каждый день в обязательном порядке. Ну, в общем, то есть это, чтобы у тебя был позитивный настрой в начале дня, ты смотришь новости, смотришь поводыри, которые у нас отрывают. Поводыри инструментов. Да, все, что влияет на наш рынок, как-то прямо или пути, но я обязательно смотрю. Даже цены на газ, наичерлогаз, я его каждый день смотрю, потому что он учит на такие значения. То есть я просто смотрю, он может оправаться, либо набор подка, то есть это новостейка, такие-то другие, которые, после Анатолия, даже такая мелочь, я его каждый день не смотрю. Днеть, которая растет сейчас, золото, да, все, что можно. То есть я каждый, я посмотрю. Если что-то вырос, я пытаюсь понять, почему. То есть смотрю, новости произошло. Максим, а у тебя как проходит начало дня? Как ты готовишься к торговой сессии? У меня тоже утро – это особое время, и свое первое время, когда я вообще начинал торговать, учился, и начинал уже какие-то делать успехи в этой сфере, я не знаю, лет пять точно, наверное, я каждое утро вставал, и если погода хорошая, я выходил там, или на стадион, или еще какое-то уединенное место, вместе с тетрадочкой, с дневником своим, и писал все, что, все для того, чтобы настроить себя на какой-то профессиональный ладон. То есть я писал какие-то замечания у меня всегда с вчерашнего дня, потом я писал себе какие-то мотивационные слова, наставления, однажды, ну, что такое сессия, я себе писал рекомендации, которые нужно сделать. Ну, хоть я знаю все правила, свои правила я могу соблюдать, я все равно каждое утро их прописывал для себя, прописывал сделки, в принципе, базовые, которые есть, и если есть какие-то акции в игре, или какие-то нестоящее события, движения, то я тоже пометочку сидел, пометочку себе в этом плане делал. То есть это то, что касается обработки, то, что касается кемника, разговора с самим собой, и мы с самим собой, и... То есть ты себя настройки психологически? Да, и настройки себя психологически для успешного дня, для успешного состояния. Тут сразу вопрос, можно? Да, да. А как, ну, или сколько раз ты прописывал, допустим, вот ты сказал, ты прописывал свои сделки, сколько раз ты прописывал свою торговую стратегию, или ты вот ее прописал и просто каждый раз себе прописывал, чтобы запомнить, или ты ее как-то модифицировал постоянно, она у тебя эволюционировала как-то? Ну, с момента, когда я все это начал писать, составлять, вообще, почему у меня, каким образом у меня вообще сформировалось, вот, у меня не просто вот стратегия, которая на листочке бумаги или где-то там в голове крутятся мысли, которые, ну, вот я типа понимаю, там плотность, там поводыри, там еще что-то. Когда там начался кризис, в 2014 год, я не помню, когда это было точно, или 2014, или 2015 год, меня тогда военкомп приехал прямо домой, ну, типа, говорит Максим Сергеевич, я говорю, да, повестка. Я тогда не появлялся в инкомате, приехал домой и застал меня дома. Ну, и, соответственно, мне надо было ехать, проходить комиссию и все остальное. Думаю, блин, сейчас такие движения происходят, и что делать, как делать, ну, я не знал, что делать, ну, в итоге взял, просто поехал в Симферопольное обследование, в больницу, и мне там сколько надо было, ну, пару дней лежать, потому что у меня там еще в школьные годы операцию на почках делали, поэтому я комиссию проходил. И все это время я решил, ну, не просто же так лежать и проходить комиссию, с собой стопку бумаги, и вот все то, что у меня было в голове, какие-то наработки, я все это перенес на бумагу для того, чтобы, ну, вот бывают такие моменты, знаешь, когда ты просто в рутине погружаешься, ты забываешь вообще, что такое белый свет, что такое жизнь, и, в принципе, что такое торговля, несмотря на то, что ты каждый день делаешь одно и то же. И просто, чтобы в какой-то момент это не забыть и в какой-то момент просто взять себе напомнить, что я, как я торгую, какая моя стратегия и что я должен делать, я все это прописал у себя на бумаге и все это, как бы, подкрепил своим личным опытом. Это то, что у меня есть, как бы, вот базовый, да, такой сборник, а то, что я прописываю в дневнике, это ежедневная рутина, которая помогает мне в профессиональное русло войти, и чтобы не расхлябанным прийти на работу, на нашу любимую работу, а уже в подготовленном состоянии. Ты даже что касаешься... Это дневник психологически? По поводу дневника, вот я тебе еще хотел сказать, помимо того, что я вот перед торговлей записал какие-то моменты, вот эти вот основные базовые, еще в течение торговой сессии я по-любому делал какие-то перерывы, какие-то остановочки для того, чтобы записать, что произошло на рынке, как я это сделал, как я себя чувствую и так далее, и тому подобное. И после торговой сессии я не выключал привод и выходил домой, а я сначала запишу себе тоже какую-то установочку, как я провел сегодняшний день и что делать на завтра. Только после этого там выключу привод и пойду дальше уже заниматься другими делами. И, соответственно, следующий день я начну с того, что прочитал, что я накуролесил вчерашним днем и что мне нужно делать сегодня конкретно. Ну, вот таким образом начинался мой день торговый и помимо этого, конечно, я еще просматриваю новости, какие-то прогнозы, комментарии на БКС, статистику, которая может выйти, как отторговалась Америка, как валюта в итоге закрепилась, долларов, ну и такое. Самое главное, вот, честно, для меня самое главное не аналитика и какие-то поводырные инструменты посмотреть, как они будут открываться, хотя это тоже очень важно, а для меня именно важно в правильном состоянии прийти и начать торговлю, а остальное уже подкрепится. Если я вдруг не успел сделать вот эту техническую часть, если я сделал психологическую часть, эмоциональную, то в любом случае вот эта техническая часть, она подкрепится уже в процессе. Вот в этом вы уже сошлись с Артемом. Саша, тебе есть что добавить? Подготовка однозначно повысит там качество торговли и так далее, возможность там кто-то будет больше зарабатывать, но можно ли зарабатывать много без подготовки? Да, можно. То есть я говорю свое видение, то, как я это видел, то, через что я проходил и то, что у меня было. А подготовка, конечно, то есть ты пришел, ты, может быть, нанес какие-то уровни, еще что-то сделал, да? Но не в этом, ну, с моей точки зрения, не в этом ключевая суть. То есть суть, что ты торгуешь, то есть зачем ты пришел на рынок. Если ты, допустим, торгуешь много инструментов, к примеру, то есть у тебя там много акций, то есть ты за ними следишь, однозначно тебе нужно каждую, поанализировав, что-то сделать. Если ты моноинструменталист, то ты делаешь меньшую работу, по сути. Если ты ищешь какую-то конкретную одну ситуацию на одном инструменте, там, допустим, самая мощность, и на все стороны ты не обращаешь вообще внимания, то подготовка тебе не нужна совсем. Потому что, если ты будешь готовиться, ты только распалишься, конечно. То есть ты пришел там, ты, может быть, даже пришел там близ 5-10, то есть неважно, то есть перед открытием, и ты знаешь, что ты делаешь. То есть ты знаешь, ради чего ты пришел, что, не знаю, там одна или две ситуации, ты их отслеживаешь. То есть я вел дневники первые 3 месяца своей торговли, то есть когда, то есть я прямо пришел, я торговал на Рижке, я записывал каждую сделку, вот плюс и минус, то есть пока вообще я понял, что происходит. Конечно же, были какие-то еще записи в течение всего самого времени, но самое, что мне запомнилось, в 2018 году была одна из ситуаций, которая мне была крайне интересна. Вот там была одна ситуация, которая мне очень была интересна, я на ней сосредоточился максимально. То есть, соответственно, вот по ней, по каждой сделке там было около 30 пунктов, да, и каждая ситуация расписывалась максимально. Видео было прям вырезано, подрезано, то есть прям внутри дня я готовился к ней. То есть если что-то произошло, я вырезал, посмотрел, записал, задокументировал. И таких строк у меня там около 300. То есть 300 ситуаций было там за несколько лет. То есть по сути, максимально ты понимал, что нужно с этим делать. Ну, там семейство было неэффективности, да, но семейство было их. То есть как бы все, да, то есть конкретно там, то есть я понимаю, что если ты сосредоточишься и будешь максимально брать что-то одно, ты заработаешь больше, чем если ты будешь распыляться. Но однозначно готовиться перед там открытием и делать просто подготовку и а не делать после открытия нужно. Но я этого не делал. Ну, то есть я говорю вот такой момент. Возможно, это повысило бы еще больше эффективность торговли. Но такой опыт был. То есть, еще раз, если ты торгуешь много инструментов, однозначно тебе нужно больше готовиться. По поводу психологической подготовки абсолютно я с вами согласен, парни. Если ты пришел спокойный, уверенный, особенно после бассейна или там после какой-то пробежки утром в бодрячке, то у тебя шансов заработать явно больше, чем если ты пришел раздерганный, нервный и на стрессе. Однозначно. Ну, мне кажется, это немного неподготовка. То есть, это в принципе должен быть образ жизни такой у тебя спокойный, гармоничный и ты должен быть всегда в тонусе. А подготовка это когда ты анализируешь график, рынок, видео, психологический свой портрет. то есть, две составляющие. Твоя гармоничная, твоя физика и психика и подготовка именно к рынку. То есть, я это чуть-чуть просто отделил. Я бы хотел добавить такую важную вещь. Мне кажется, что без нее никуда трейдер во время рынка и трейдер до открытия это вообще разные люди. То есть, один человек, когда рынок закрыт, и совершенно другой человек, когда рынок открыт, то есть, азарт, эмоции какие-то. Когда рынок открыть, невозможно просто сконцентрироваться как-то объективно подходить. Я это знаю по себе и по другим трейдерам. Поэтому я все-таки считаю, что подготовка она обязательно должна хотя бы какая-то. Потому что, ну, так посмотреть, что еще происходит. Я хочу добавить. Просто так сложилось, так судьба сложилась в том, что во время трейдинга я еще какое-то время был руководителем Валады. То есть, я выполнял какие-то обязанности. То есть, я постоянно уходил в переговорку, общался, собеседовал. Там иногда были какие-то проблемы, сложности, которые были в моменте встать, уйти от терминала согласен, потому что нужно подготовиться, но у меня не было такой возможности постоянно быть в одном состоянии. Потому что я ушел, меня там кто-то психологически как бы такое слово подобрать цензурное нахлобучил, вывел, 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 да. Вот. И ты приходишь вот прямо вот такой, да, и ты должен собраться, успокоиться здесь в моменте уже после того, как ты оторговал, это еще не открытие сессии. И продолжить как бы струячиться на рынке, как ты это делал до этого. Поэтому, ну да, ну а что делать, да. То есть, как бы в моменте приходилось проявляться с кучей как бы неприятных моментов, вот прямо вот так. Не всегда это получалось, да, не всегда удавалось там что-то записать, но нужно было прийти и тут же как бы это все выкинуть и тут же начать торговать. Поэтому ситуация будет разная все время. Все ответили, как подготовиться к торговой сессии, но никто не ответил, как завершить сессию. То есть, просто выключить компьютер и уйти... Шампанское, шампанское. Может, что-то надо еще сделать, там записать что-то. Ну вот, Максим частично ответил, то есть, он после торговой сессии записывал какие-то свои мысли, да, и с утра потом анализирует, ну, прочитывал, перечитывал их. А у Артем, у тебя как, было, есть что-то, что ты делаешь после торговой сессии? Может, как там, видео просматриваешь, там, как ты говоришь, анализируешь, либо... Ну, у меня нет, просто у меня такой рухпоряд огня, что я рано встаю и относительно рано вложусь, поэтому всю работу, как бы, после, которые я делаю с утра обычно, то есть, это анализ, ну, на чем заработал, на чем потерял, какие ситуации были, то есть, что-то прогонять, все это нужно смотреть, анализировать, а нормально, то есть, если есть возможность, то нужно делать после торговой сессии, пока все свежее. То есть, почему-то сделка была, почему она, допустим, убыточная, да, что там было, как-то на нефть отреагировала, какой-то, может, участник там был, или что-то еще, чтобы в следующий раз уже понять, что такое может быть, почему это происходит. То есть, это очень важно, пока еще наживу, потому что на следующий день, ну, вот как я, то есть, я уже много чего забываю, так скажем, то есть, то есть, то есть, да, это все прекрасно, там есть алгоритм четкий, но в начале я всегда анализировал после торговой сессии. Саш, ты что-нибудь после торговой сессии посоветуешь делать? Кроме шампанского. Я могу, смотрите, да, то есть, тут надо отделить, что ты можешь посоветовать делать и что ты делал. Давай, что ты делал? Ничего. На самом деле, ну, понимаете, то есть, как бы тут есть, как делать правильно, да, и как делаешь ты. Нет, давай по фактам, вот что ты делал? Делал ли? Смотрите, я после закрытия торговой сессии обычно, обычно вставал и пытался очистить свой мозг от того, что было за этот день. Потому что, если ты будешь нести этот груз дня, домой, семью, там, на общение, то это будет вечно-вечно вот это колесо. То есть, да, то есть, ты закончил, зафиксировал финресса, возможно, сделать какие-то выводы однозначно, записал что-то, там, наклеил на мониторчик еще что-то, встал и очистил. И второй момент, который очень важен, который вот я прям очень четко у меня врезался в память, когда были дикие какие-то движения и дикие профиты, и большие убытки, когда вот это и топы, и не топы, то есть, когда тебя просто раскачивают эмоционально, очень важно, что я делал, это больше к психологии. Я просто, когда шел домой, я себе читал мантру. мантра, это какая-то твоя фраза либо предложение, либо несколько предложений, которые тебя настраивают, то есть, переключают, переключают тебя, потому что ты целый день тебя... Я именно свою мантру говорить не буду, ну, как бы это, ну, не знаю, это может быть банально, все хорошо, как бы все будет хорошо, к примеру, да? То есть... Я, кстати, я, кстати, себе часто, я постоянно, каждый день в дневнике, когда записывал, я себе в конце писал, что все получится, ну, и как-то так оно, ну, как это сказать, я не знаю, держало вот на уровне, не знаю. Это у меня, кстати, тоже наподобие была в конце фраза такая для мотивации себя. Да. Ну, тут, тут очень важно, кроме того, что ты там по трейдинг что-то записываешь, ты должен переключиться, то есть, ты должен переключиться от рынка, очиститься и какую-то часть там времени, ну, желательно прожить без него. Вот. То есть, и для того, чтобы это сделать, ну, у каждого свои способы, да? Другие детей, они очень хорошо отвлекают. Один из примеров, всем срочно после данной конференции идти делать детей. Идти делать. Срочно делать. Так, хорошо, давайте следующий вопрос, такой тоже, он достаточно болезненный, для, мы вообще, получается, образовательный, информационный контент я хотел сделать, чтобы вот как раз-то топовые трейдеры рассказали начинающим. Соответственно, у начинающих часто возникает такой вопрос, как увеличить объем торговый? Торговый. Какие-нибудь свои фишки? Давайте по очереди начнем с Артема. Расскажи, как ты растил свой объем? Есть ли какие-то алгоритмы, там, ну, что-нибудь? Да, конечно, не то, чтобы алгоритмы, но здесь нужно понимать себя. Со временем, когда ты правильно анализируешь, когда ты торгуешь, ты учишься понимать и разделять хорошие цепации от не очень хороших ситуаций. То есть, и когда возникает хорошая ситуация в своей торговой стратегии, ты в плюсе. То есть, вот в этот момент можно обычно увеличивать объем. То есть, просто-напросто заливаешься, тебе страшно, но в следующий раз уже в обычную ситуацию ты своим обычным объемом дойдешь уже спокойно. То есть, когда ты один раз, один раз зальешься на максималку, вообще, допустим, ну, не самую возможную, да, два-три раза больше, чем ты обычно заливаешься к максималку. Ой, Артем, пропал, Артем, подожди, подожди. В общем, смотрите, еще раз такая ситуация. То есть, во-первых, нужно учиться разделять хорошие ситуации от не очень хороших ситуаций. И в хорошей ситуации уже, когда в плюсе, нужно стараться заливаться прямо на максималку. То есть, в следующие разы уже будет комфортнее, например, на больший объем там 1,2 или 1,5 от обычного. А стоит ли привязываться как-нибудь там к просадке, то есть, я не знаю, ну, ты уже сказал, что если ты в плюсе, то ты можешь залиться, а если ты в минусе, то ты не имеешь права заливаться, правильно? Да, конечно, то есть, если ты в минусе, ты можешь заходить на свой повышенный иногда объем, но увеличивать, то есть, вопрос увеличения, то есть, выход из зоны комфорта своего. То есть, я вижу только таким способом, найти хорошие ситуации, когда ты можешь позволить себе риск залиться, и ты просто внутри себя ты выйдешь на такой новой, на новую планку. И в следующий раз ты уже будешь проще немножко тебе как-то, это уже все в манимейн это должен быть грамотный, ну, города проще и подливать чуть больше. И постепенно, планомерно, конечно, задача не заливаться вообще там, как города, а постепенно увеличивать объем, увеличивать проставку, то есть, увеличивать средний доход, положительный фенере. Вот это основная задача города. Хорошо, Максим, скажешь, как увеличить торговый объем? Ну, у меня вообще, я не знаю, стандартный, нестандартный способ увеличения объема, но я расскажу, как у меня вначале было. Изначально по бывшей торговой системе, правилам, которые была в компании, неделю повышали после, ну, там, X значения, да, и в конце недели ты, а, нет, 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 там в течение дня он менялся и на следующий день тебе повышали просадку. Ну, это немножко другое. Раньше я лично для себя писал установку, что вот я неделю закрываю в плюсе, ну, план дел какой-то на неделю, да, финансовый, я закрыл этот план финансовый и у меня есть возможность лично для себя возможности открыть следующую неделю с повышенным объемом. Тогда я торговал статичным объемом постоянно, но в течение времени у меня стиль торговли изменился и я после того, как я определился со своими сделками, со своими любимыми сделками, с ситуациями, которые появлялись на тот момент очень часто, и я их анализировал, я понимал, какой объем я могу туда заливать, и, соответственно, там в зависимости уже от ситуации внутри стакана, я объем уже не использовал статичный, а у меня постоянно он был динамичный, то есть в торговой сессии я могу начать торговлю с просадкой там 10 тысяч, вначале я буду торговать там на 30 контрактов или в зависимости от ситуации могу и больше закинуть, но если у меня есть заработанная прибыль, есть подушка и опять же появляется хорошая ситуация, то я уже там на половине торговой сессии или под конец торговой сессии я там могу уже на 150 контрактов на РТС допустим торговать, то есть я уже себя не ограничивал внутри дня в объеме просто из-за того, что вот у меня такая просадка, у меня такой объем сейчас и я вот торгую им до конца торговой сессии, то есть он у меня в течение дня если сказать короче, то ты начинал с маленького объема, с ростом финансового результата ты мог себе позволить увеличить этот торговый объем? С ростом финансового, нет, тут даже не с ростом финансового результата, а с наличием хороших ситуаций. Если есть хорошая ситуация, то в принципе даже без подушки я могу залить полный объем. Ну а допустим сейчас, да, я думаю ни для кого не секрет, сейчас на евро происходят темы, забирают объемы туда-сюда, как это было пару годами раньше, тема, да. понял, да. Я бы не хотел соответственно. Да, и соответственно есть ситуация, ты понимаешь, как она отрабатывается, риски более-менее под контролем. В этой ситуации я бы не сказал, что они хорошо контролируемые, но в любой момент ты понимаешь, если ситуация не идет, ты знаешь, когда закрываться. Соответственно, эта ситуация появилась, ты туда закинул новый лын. Ну вот так. То есть, если есть ситуация, и она хорошая, вот я ее понимаю, и риски контролируются в этой ситуации, тогда я уже оперирую больше. Хорошо, Саш, скажи, как увеличить этот торговый объем начинающему трейдеру? Тема широкая, она прям на целый такой выпуск на один час, но если прям вот сжать все это очень максимально... Можно я тебя немножко перебью? Говорят, когда сложно что-то объяснить, это какая-то хрень. Это не сложно, несколько варятся. То есть, если я тебе скажу, повышайте каждую неделю объем в полтора раза, это будет очень просто, но... А суперидея, кстати. То есть, если ты в плюсе торговал, увеличил просто в полтора раза объем, поехали. Фишка в чем? Да, я бы разделил начало пути трейдера, когда он интенсивно наращивает свой объем, от зрелости, когда он уже так интенсивно не наращивает, потому что не вариант наращивать объем по экспоненте, когда ты торгуешь на тысячи контрактов по сишке, потому что у тебя уже не хватит ликвидности. Обалдеть, это уже не начинающий трейдер, слушай. Это как раз таки зрелость, да, то есть, если мы говорим про начало, допустим, как увеличить объем с одного контракта по ри, там, до 10 пари, либо с одного контракта по си до 100 пари, ты не можешь просто взять один, потом 10, потом 100, у тебя психологически не будет возможности, да. Ну, кстати, по методике Артема так можно сделать, то есть, сразу кинул, 100, потом 50 можно будет кинуть, тебе легче будет. Нет, понятное дело, широкая тема, как раз таки, то есть, если ты кинул больше, у тебя есть возможность откатить обратно, да, у тебя зона комфорта. Короче, если ты закрываешь неделю в плюсе, то минимальный объем, на который ты торгуешь, если он у тебя не статически, допустим, у тебя объемы 1, 2, 3, да, то есть, 1х, 2х и 3х, то следующую неделю, следующую неделю ты поднимаешь минимальный свой объем в полтора раза, не максимальный, а минимальный, то есть, ты его подтягиваешь, тем самым, ты сразу заходишь этим минимальным объемом и раскачиваешь свою зону комфорта. То есть отличие от трейдера, который торгует одним контрактом и ста контрактами, это отличие к рискам, к потерям и к той ситуации, в которой он находится. Это можно сделать постепенно. Увеличивая каждую неделю в полтора раза, если ты закрыл неделю в плюсе, ну то есть ты отпарковал, у тебя было все комфортно, ты можешь нарастить. Таким образом, за пару кварталов ты можешь дойти до значительных объемов, в принципе, до какой-то зрелости, но все равно тебе нужно будет усаканиться именно на этих значениях. И, конечно же, если мы говорим про зрелость, и ты видишь, как сказал Максим, какую-то ситуацию крайне интересную, ты можешь зайти туда all-in полностью и вообще на полные лимиты, которые у тебя есть, но это отдельная тема уже. То есть это для новичков, наверное, не сильно интересно. Хорошо, следующий вопрос. Есть ли у вас торговые цели на день? То есть и что вы делаете по достижению этих торговых целей? Уходите, останавливаетесь, либо что? Если есть. Есть ли торговые цели? И если они есть, как вы их ставите? Ну, давай начнем с Артема. Артем, у тебя есть торговая цель на день? Да, конечно, у меня есть торговая цель и на день, и на неделю, и на месяц. И я хотел бы немножко такой момент упомянуть, очень важный для моей торговой цели. То есть когда я начинал, в принципе, начал развился, у меня были цели только на день. То есть у тебя были и на месяц, там, ну, они такие образы. И за дня ты можешь сложить, получается, цели на неделю, и на месяц? Ну, примерно, да. Ну, а сейчас, на данный момент, я ставлю себе цели не на день, а на неделю. То есть есть определенная сумма, которую я, допустим, комфортно заработаю. Да, там, допустим, 10 тысяч на неделю, это хорошая неделя получает, отстелла. То есть можно, когда на хорошем можно больше, можно меньше, но это такая комфортная цель. И есть небольшое отличие, что от торговли, когда раньше торговал, когда я только начинал, вот сейчас. И отличие это в рынке. Раньше было просто множество сделок. То есть было множество мелких сделок. И в те моменты можно было, как раз Максим говорил, что динамический такой менеджмент был, то есть ты в плюсе ты увеличиваешь риски, ты минус, допустим, уменьшаешь риски. И тогда этим всем можно было очень, ну, грамотно делая, можно добиваться, очень хороших результатов. То есть тогда было дело, то есть я помню, у меня сделок было до 200 в день. То есть обычный день у меня было до 200 в день. Где-то там, где-то там, где-то там, где-то там отдал. То сейчас сделок гораздо меньше. То есть, во-первых, это рынок сам по себе поменялся. То есть, маркетмейкеры, роботы, они просто вот эти вот мелкие такие неэффективности, они собираются сами. То есть невозможно. И хороших ситуаций гораздо меньше. То есть я, например, очень сильно фильтрую. И это из-за объема. То есть, ну, понятно, когда там заходит новичок одним-двумя лотами там по какой-нибудь мостбирже, гораздо легко зайти, выйти, тянет у него. Ну, когда ты, например, заходишь там даже на 2000 уже до места, а когда там 4-5 тысячи, это уже не в каждую ситуацию просто можно выйти. Поэтому приходится очень сильно фильтровать ситуацию. То есть это и большие объемы, они и эмоционально все-таки сложнее, гораздо. Понятно, да, потерять там 10 рублей, потерять там 30 тысяч раздел, когда это немножко разные вещи. И здесь всегда нужно не терять там обладание. То есть у тебя цель получается на неделю, но смотри, если у тебя цель на неделю, на день у тебя есть какая-то цель? И что ты делаешь, если ты достиг ее? Смотрите, да. То есть есть и на день цель. И обычно, когда я достигаю, чаще всего, я просто не то, что ухожу, все закрываю, я просто прям по минимуму стараюсь торговать. То есть я просто-напросто включаю режим жесткой фильтрации. Если прям что-то такое же, наверное, ты говори, там, зайди, то я захожу. Если нет, я просто стараюсь смотреть. И я вам скажу больше от тебя, что для меня самая большая проблема в тренинге – это не торговать. Кстати, это вот правильная, классная мысль, то, что надо уметь не торговать. Я тоже всегда всем говорю об этом, что нужно уметь не лезть. Поэтому здесь есть, конечно, цель на день, допустим, когда хороший рынок, например, 20 тысяч человек останавливают, когда такой рынок, и 5 раз, и даже иногда и 2, допустим, когда серия таких минусовых дней идет, то я просто… Цель – закрыть плюс. Какой бы он ни был, даже там, я не знаю, 500 рублей. Ну, или там, 100 рублей, это уже плюс, то есть эмоционально-психологически это уже комфортно становится. Класс. Поэтому есть и на день, то есть, но она не настолько есть на неделю, то есть она более такая… Ну, хотя она в целом, это просто цель, и даже если я достигну просто неприятно, комфортно. Хорошо, если ты в понедельник достиг цели на неделю, что делать? Не, ну, обычно я просто списываю и… А, и дальше поехали. Значит, какой-то хорошенький… Обнулили. Значит, цели увеличиваются. То есть ты обнулился и поехали? Ну, примерно так, да. То есть там всегда по-разному, смотря какой рынок. Потому что бывает рынок просто настолько волатильный, что… Что нельзя сноваться, я понял, да. А бывает, когда рынок такой сложный, то есть он вроде в один раз пошел пробой, во второй раз не пошел, то есть непонятно сложно, поэтому здесь очень важно уметь контролировать себя и свои риски. Поэтому я всегда стараюсь… Ну, вот у меня всегда такой динамический был, то есть я всегда перестраивался стараюсь. Хорошо, Максим. Даже на три дня, на три недели. Максим, расскажи, расскажи, как ты ставишь цели. По-моему, мы с тобой уже разговаривали, да, о целях с тобой в прошлом интервью. Да, мы касались этой темы. И у меня очень схожа с Артемом идея по поводу финансовых планах. И у меня точно так же есть финансовый план на день, есть на неделю, есть на месяц. Но на неделю, на месяц, вот если у Артема на неделю более важный, то для меня, как бы тоже важный на неделю, но для меня вот недельный и месячный – это так уже как отражение. Больше все-таки акцентируюсь на дневные финансовые планы и я, как бы, ставлю себе планы минимум 100% максимум. Формула такая. То есть есть минимум – это то, что можно сделать на любом рынке в любое время, боковой, не боковой. Одна ситуация, две ситуации, много ситуаций. Это то, что можно, в принципе, сделать каждый день. 100% – это по стандарту какой-то… ну, я просто, исходя из своей статистики, понимаю приблизительно мой стандартный торговый день. И 100% – это стандарт, максимум – это максимум. То есть свыше того, что может быть, если какие-то шоковые движения происходят, кризисные движения и так далее, и тому подобное, когда есть много ситуаций. И точно так же, когда достигаю какого-то финансового плана, просто галочку для себя ставлю, не заканчиваю торговлю, продолжаю дальше торговать. И в случае, если начинается какая-то череда сделок, то вот эти вот для меня цифры выступают в качестве своеобразной несгораемой суммы. То есть я минимум сделал, все, я уже ниже минимума для себя не должен зайти, я должен либо уже остановиться, либо прям максимально понизить объемы, чтобы не продолжались потери. Потому что, несмотря на то, что есть финансовые планы на торговый день, самая главная установка, самый главный план на каждый день – это не потерять. Потому что, в принципе, заработать ты всегда успеешь, когда рынок начнет двигаться, если сейчас вдруг боковик. А если боковик, то, соответственно, для тебя в любом случае будет самая главная задача. Для трейдера внутридняю, конечно, боковик – это прям болезненно может быть. Да, и если вначале для меня торговые, точнее финансовые планы были на постоянной основе, я постоянно за ними не следил и точно так же придерживался не переходить ниже, если уже заработал свыше плана, то сейчас для меня уже это является как способом восстановления. То есть сейчас я не так сильно придерживаюсь конкретно планов вот этих вот. Я понимаю для себя, что вот они у меня в голове есть, но они уже не такие четкие. Сейчас этот прием для меня в качестве восстановления, когда, ну вот бывает какая-то черная полоса, либо они у меня сейчас в голове. Сейчас я прям не прописываю так. Если вдруг я торгую, ну я сейчас чувствую рынок хороший, ну сейчас не очень хороший рынок, я в хорошем состоянии, чтобы торговать на таком рынке. Я себя более-менее контролирую, я не допускаю неадекватной торговли, какого-то беспорядка и бардака. И соответственно я в комфортном для себя состоянии торгую и для меня нет такого, что прям на каком-то неадеквате ты просто сливаешься за одной сделку по всей просадке и с превышением. Если несколько дней идет какая-то череда, ну действительно убыточных дней, если я чувствую в себе какой-то, ну какая-то борьба, да, с самим собой, какие-то мысли ненужные летают, то в любом случае я подкрепляю все возможные способы, которые у меня есть для того, чтобы просто восстановить свою торговлю, заработать уверенность для самого себя и начинать дальше в стандартном режиме тут отвода. Хорошо, класс. Саш, как поставить цели на торговую сессию, как вообще в принципе поставить цели, что делать после? Одно важное замечание я хотел бы сделать, потому что сейчас я эти цели не ставлю, потому что сейчас активно я не торгую. Как ставил и ставил ли? Да, конечно ставил, потому что у меня есть убеждение и проверенное временем, фактами и вообще тем, что происходило на рынке, о том, что заработать можно любую сумму практически в любой день. То есть все зависит от величины твоей мотивации, потому что каждый день есть ситуации, даже самые тухлые, все равно они есть, да, их мало, их меньше, они сложные, они рискованные, но они есть. Я уж не говорю о каких-то кризисных ситуациях, когда там все летает крайне сильно. То есть, да, и трейдеры обычно в кризисных ситуациях берет маленькую долю, ну там как бы даже доли процента того, что можно было в принципе взять. И для того, чтобы как-то себя сверять вообще и понимать какой-то КПИ свой вообще за день, цели я ставил, они были в абсолютных величинах, и кроме просто цели я себе ставил ратификации. То есть я сейчас говорю про зрелость, то есть не про начало, а про зрелость. То есть когда есть какой-то там кризисный период, и ты понимаешь о том, что тебе нужно максимально усиленно торговать, вопрос для чего и ради чего. То есть я себе ставил цель на день в абсолютной величине и поощрение за этот, ну как бы, за достижение вот этой цифры. Ну то есть так как я понимаю, что в принципе можно заработать практически любую цифру адекватную внутри дня, то соответственно, чтобы у тебя была как бы цель и мотивация это сделать, ну ты должен это очень сильно хотеть. Ну как бы просто цифра на счете, она как бы виртуальная такая, ну как бы ты сегодня заработал, завтра, послезавтра, они тебе скопились на счете, но если ты их не выводишь, твой организм их и не воспринимает. А если ты говоришь, не знаю там, сегодня я, у меня какая-то цель, я это если заработал, вот пойду я их потрачу часть, там может быть 10%, 20%, но обязательно я их потрачу на то, что хотел, на то, что я бы не купил бы, не потратил бы в обычной простой ситуации. То есть соответственно, первое, да, цели были, да, я эти цели подкреплял через ратификацию и поощрение себя, причем через те вещи, которые бы, скорее всего, не купил бы так просто, да, то есть это могут быть ну какие-то там... Плюшки. Плюшки, да. Лего. Лего. Кстати, да, то есть это одна из тех целей, которые в моменте я для себя ставил. Ну а почему нет? Ну да, то есть у меня это было по кайфу, то есть если я месяц, то есть у меня такое было, если я месяц закрывал определенную сумму, то я шел и покупал, либо если день я закрывал определенную сумму, я что-то мог себе купить. Это факт, это факт, это известно, квартиру и лего. Ну, ты бродяш, шутки штуки, да, но... И байк. Нет, это было просто. И сверху байк еще на следующем месяце. Это уже отдельная история, то есть это отдельная история про отдельные моменты. То есть если мы говорим именно про торговлю, да, цели были. Класс, супер. Такой вопрос тоже очень интересный. А был ли момент, что вы хотели завязать с торговлей? Я первый, да, буду? Давай, Артем, да, мы так по кругу идем. У меня просто был период времени, когда я по сути завязал. Но я вам скажу точно, что трейдеров бывших не бывает. Сколько уже по уходили, все пришли. Скажи, с чем это было связано, почему ты ушел и почему ты вернулся? Я хочу сейчас немножко сделать, что у меня может батарейка сесть, и я переключусь на телефон потом. Окей. Смотрите, анализируя сейчас уже, я понимаю, что я просто немножко облинился. То есть сейчас очень многих трейдеров я знаю, особенно те, кто моноинструментальный. То есть период какой-то такой у инструмента есть, высокая волатинность, низкая волатинность. Трейдер, который моноинструментальный, он обычно зарабатывает на вот этих вот периодах. Тишка повышенная волатинность, потом она просто переходит в фазу, когда объемы понижают, получатники какие-то уходят, и она немножко меняется. И трейдер, когда моноинструментальный, он, допустим, зарабатывал в той ситуации, он просто по инерции продолжает делать практически то же самое и начинает терять деньги. И здесь вот самый большой риск моноинструментальности. Поэтому я для себя вот сейчас стараюсь все торговать. То есть я начал откровенно сливаться, когда фишка просто летала, когда тогда 1000 лотов я выкинул просто в легкую вообще. То есть мне было, знаете, так чисто там заработал 100 тысяч, потерял 100 тысяч вообще. А потом, когда фишка перестала, и ты такой пришел на акции, и там такая ситуация, там я помню, вот по счету я помню ситуацию, на ГМХ я такой потенциал, смотрю, там можно зайти, так я пристаниваю стакан, там какой-то объем можно зайти, я понимаю потенциал 4 тысячи. Я такой, что 4 тысячи, да, я даже лезь туда не буду. То есть вот это я отчет его помню. То есть это такая череда была, тяжелых достаточно, эмоциональных, то есть не длинно хиноват, не кто-то еще вопрос не захотел, наверное, больше. Ты перестал, тебе стало как, лень торговать или что? Ну это я сейчас уже понимаю, что я немножко тогда, не то что лень, а просто это уже такое состояние, просто трейдинг, он бымотал. Когда ты посидишь, когда ты снимаешься по тысячу, там по 2000 лотов, там допустим, да, то это вообще, ну это эмоционально, это просто уничтожает человека. То есть трейдеры, как я сказал, детчик, долго не живу, там средний трог скальпера, там 3 года, да, то есть я 3 года просто эмоционально умираю. И вот по сути со мной случилось на то же самое, то есть я эмоционально просто умер. А как ты, сколько ты отдыхал, так скажем, и почему ты вернулся? Я отдыхал где-то, наверное, 2 года, получается, и, кстати, я хотел бы сейчас рассказать такую вещь, почему я вернулся, я бы хотел сказать. Саша, спасибо тебе, по большому счету Александр Павлей, это тот человек, из-за которого я пришел в трейдинг, и я даже, я не могу вообще сказать, как повезло, то есть, что я именно попал в компанию АЛАП, тогда да, на собеседовании сюда. Потому что если это какой-то форус был, если это какие-то там фьючерсы, или что-то угодно было бы, то не было бы у меня как трейлера, потому что все мы знаем, что форус в принципе не зарабатывает, наверное, никто стабильно, то есть не живет на это. Фьючерсы, да, можно зарабатывать, ну, тоже сложно. На акциях, ну, в общем, Александр, спасибо тебе. А второй момент, которому я хотел бы еще раз сказать спасибо, это тебе, потому что я смотрел твои видеоролики, и они меня очень сильно мотивировали. То есть, и это была причина, то есть, я посмотрел, просто смотрю, не помню, что там было, но я просто все, надо. Ничего себе. Это было в конце 2018 года, я поставил себе план, то есть, я, моя задача была забыть все, забыть, что я кидал на фишку, пришел, забыть, что там куда-то. Я поставил символ, то есть, я на самом деле, я хотел вернуться в Алаб, а я поставил себе, к лету, я пойду в Алаб. Это было, по-моему, в прошлом году, или в прошлом уже, я не помню. В общем, когда я пришел в Лаб, Алаб закрылся. А, подожди, в прошлом он закрылся, в прошлом? Да, я потихонечку, помаленечку начал с минимальных объемов, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по торговать, привыкать, и вот потом я хотел вернуться покрылся и я попал вот я смог восстановиться и самое сложное как я уже говорил это не торговать то есть я вижу много хороших точек вода я вижу принципе в рынок но самое сложное для меня это не торговать выбирать поэтому самое главное то на чем я работа это не фильтрация сделок я так вот смотрю я задаю себе вопрос хорошая это сделка может быть или не лучше вот если она не очень то я себя мог говорили как она должна быть хорош и один хороший поэтому у меня был тяжелейший период на самом деле это был вообще период депрессии я не знаю как саша себя чувствует мне кажется что все среды которые вот наши потоки которые уже можно сказать уже 10 лет скоро будет да то есть у них все эмоциональные темы просто эти все преды не на кого-то депрессия то есть просто трейдер убивает вот вопрос я раньше например меня там знакомые то есть я как-то поговаривал стать трейдером сейчас я наоборот вообще то есть я ни с кем не общаюсь на трейдинг вообще я даже не дай бог чтоб добыть у меня дети есть не дай бог они там находят то есть вообще категорически против потому что эмоционально это просто очень сложно и я вообще не представляю уже начал отвечать на следующий вопрос ну хорошо так супер отличный классный ответ давай сейчас вы послушаем максима максим был ли какой-то период когда ты хотел бы завязать был период такое достаточно сложное я не скажу чтобы я хотел завязать но был период ну каких-то знаешь проблем которые прям свалились на голову со всех сторон причем и это был тренинг и сторонние проблемы либо это проблемы связанные с торговлей ну совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть каких-то личностных проблем совсем чуть-чуть и вот я неудачно пару сделок понятия рынка сделал то есть неудачно вложился какие-то моменты и в принципе из-за этого начались вот если раньше легко относился каким-то трудностям которые возникают потому что трудности то что такое они возникают у каждого человека каждый день важно как ты относишься к ними как ты справляешься с ними и вот если я у меня было грубо говоря иммунитет к этому я абсолютно спокойно это принимала решал насущные вопросы какие-то проблемы которые возникали то грубо говоря какой-то момент у меня иммунитет подломился и я стал слишком чувствительным к этому по-другому реагировал где-то нервничал где-то еще и это был как раз таки тоже период связанный с торговлей когда пошел застой это если не ошибаюсь это началось это вот почему-то это началось где-то вот шестнадцатый или пятнадцатый год и почему-то у меня еще в голове восемнадцатый год вот почему-то это растяну извините на ревью не так обозначим а через какой период после того как ты начал это вот примерно когда это началось началось ну через 5 ну после того как ты начал то есть четырнадцатый год это сколько ты уже торговал на тот момент внутри года где-то 4 года то есть через три года у тебя начались какие-то вот ну внутренние да 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 ну что такое и это началось вот через четыре года грубо говоря еще пару лет я поторговал более-менее хорошем состоянии и вот второе дыхание у меня открылось вот мы общались с димой тоже цветковым и какие-то были моменты он не говорил про криптовалюту а у меня еще был такой момент когда я просто понимал что я офигенно упустил возможности которые появились вот не на нашем рынке вот про то что говорила артем это моно инструментальщики когда торгуют когда нет движения ты не зарабатываешь соответственно скорее всего у тебя из эмоциональное состояние тоже затухает и все знают что там криптовалюта начала летать в 2017 году и что там можно было поднять большие деньги и я слышал все эти разговоры слышал все эти рассказы и соответственно понимал что я упустил огромную просто возможность и почему-то это тоже для меня на меня очень сильно давило и вот благодаря тоже диме цветкову он не дал такое второе дыхание он мне что-то объяснил что-то рассказал что-то показал являлся тоже в эту среду и вот это дало толчок для новое новое и плюс еще новый виток до моей карьере не было момента когда ты прямо вот сказать хотел тебя себе сказать все нафиг не хочу больше был знаешь момент трудно из-за того что вот у меня есть навыки у меня есть какой-то скилл до который мне некуда применять то есть на тот момент когда на рынке ну я не знаю возможно я хотел большего а рынок не давал больше и соответственно мне вот что то глужило что то вот мне не хватало мне вот не хватало уже того что есть то что я зарабатывал грубо говоря на данный момент мне хотелось чего-то большего я не мог это сделать на нашем рынке я пытался и соответственно иногда из-за ликвидности я или из-за некачественных сделок я много терял или не добирал или ну и вот вот это вот меня сильно так подковыривала но вот на новом рынке я понял что можно применять тоже свои способности свой опыт и возможно где-то даже ты будешь получать намного больше отдачу и соответственно как подключился новый рынок вот был у нас кризис до коронавирусный кризис в этом году были движения соответственно из-за того что я был уже на другом рынке и какие-то силы у меня появились не то что появились было легче торговать наш рынок тоже потому что ну вот я не знаю как будто есть какая-то внутренняя уверенность в том что ничего страшного если там что-то не получится есть другой рынок если этот инструмент не будут ходить я на другой пойду то есть вот это вот опять же то про что артем говорил то есть это не моно а это вот множество всего где ты можешь применить свои навыки если вдруг что-то будет ходить летать ты сможешь туда мне тоже часто говорят кстати как я могу следить за несколькими инструментами сразу многие торгуют знаете этот кискальп подключают один инструмент как правило это фьючерс либо сишка там либо сбер фьючерс и пробует один его ковырять я я просто им говорю а вот если инструмент встанет точнее когда он встанет чего вы будете делать поэтому я всем всегда постоянно говорю надо уметь торговать и акции потому что там выбора очень много и фьючерсы помимо какого-то одного инструмента саш расскажи пожалуйста был у тебя момент но он очевидно был почему ты решил уйти что сподвигло тебя стать инвестором ну во первых я никуда не ушел ну они ты не ушел ты занимаешься ты торгуешь на рынке но ты не торгуешь уже внутри дня самое первое артем спасибо тебе потому что ты сказал теплые слова более того то есть постоянно когда мне говорят про мотивацию про отбор людей я помню когда мы с тобой собеседовались это было много-много лет назад да там доставили в тринадцатом точно не помню а я тебе задал вопрос зачем зачем тебе трейдинг зачем ты сюда идешь вообще зачем ты идешь в это болото да ты сказал то что мне это интересно и вот и один из них ну как бы таких людей было за все время несколько и ты сказал слово интересно и потому что все вот как бы точно может что-то получиться то есть вот мотивация интереса она такая огромная такая большая которая приводит к результату в трейдинге артем это ты в этом плане вообще большой молодец спасибо два или три собеседования я вспоминаю и вот что сподвигло в какой-то период времени могу более эффективно использовать свое время то есть я сейчас не буду вдаваться в большие там философские моменты это отдельная тема для диалога да но то есть я прямо потому что я хотел диверсифицироваться я понимаю том что инвестиции это крайне интересная тема то есть туда же не с точки зрения там финансов денег либо там какой-то математический расчет а здесь больше именно философия то есть нужно с моей точки зрения почему именно это максимально интересно у меня были не несколько моментов то есть я пытался заниматься бизнесом то есть для для диверсификации да то вот как максим я не знаю то есть так это было потеряно либо нет но тоже потерял довольно большую сумму именно когда пытался идти в сторону что-то еще сделать но поэтому что нужно делать и заниматься тем в чем ты профи и в том как бы к чему тебе лежит душа то есть это рынок в любом случае это может быть интернет внутри дня или там может быть инвестиции анализ компании как раз это все связано именно с рынком не торгую в последний раз я активно торговал в апреле в марте то есть почему потому что там была максимально интересная для меня история ситуация то есть занимался инвестициями то есть я перекладывал свой портфель и я там конечно же скальпировал и какие-то сделки делал активные то есть буду ли я торговать либо нет в будущее покажет только время то есть но на текущий момент например то что мне нужно заняться еще чем то то есть ты не исключаешь такого момента что если начнется движ на рынке ты просто включишь привод и начнешь торговать внутри дня понимаете есть такое ну вот я в какой момент я просто осознал что есть экологичность то есть в какой-то момент я понял что тренинг это замечательно это классно когда ты когда ты торгуешь там то есть какое-то остановление ты развиваешь но в какой-то момент она может лично для тебя становится не экологичным то есть и для того чтобы заработать какую-то большую сумму денег там много очень да к примеру а скальпинге я понял то что это в какой-то момент станет не экологично для меня то есть я потеряю больше чего-то своего там внутри может быть на психологии либо в жизни либо еще чего-то чем я заработаю там денег то есть вот психологически тебе да нет мне это не давило просто про то что допустим чтобы заработать следующую категорию суммы дальше да то есть как бы шагнуть дальше нужно сделать какие-то другие вещи вот то есть вот о чем я имею ввиду но получается так ты для себя ну для себя решил что ты достиг потолка в торговле внутри дня с той экологичностью которую я могу себе позволить ты для себя решил что пора шагнуть дальше отчасти отчасти так наверное да то есть да то есть для того чтобы допустим выйти на другой уровень и заработать больше я потому что нужно сделать чуть-чуть по примере по камере в настоящий момент вот вот сейчас в текущий момент последние несколько лет сделать несколько иные вещи вот то есть именно на текущем этапе но это не за счет о том что я не буду там что-то делать то есть я ищу среднесрочные истории мне очень интересные мне интересен алго трейдинг то есть я я стараюсь потянуть систему то есть для написания кого-то бота либо алгоритма нужен системный трейдинг да вот то есть я сейчас на это смотрю то есть ты когда совершаешь сделки системы ты можешь их запрограммировать мне очень интересные опционы сделки допустим с нефтью это может быть на может быть с долларом но не внутри дня а чуть на 0 срок давайте буквально пару вопросов и законе заканчиваем семь ли подходит трейдинг и от чего это зависит артем конечно нет тут ответ очевиден не всем абсолютно а чего зависит в чем чем должен обладать человек чтобы преуспеть в торговле внутри дня я думаю практически все хотят его задать но мало кто решает давай просто такой то есть влияет ли возраст на трейдинг кстати вот это тоже это хороший вопрос да здесь просто ответ такой он немножко не очень такой знаете он с подковыркой на самом деле вот влияет но влияет не сам бонро а влияет от меня называют гибкость мышления то есть должна присутствовать гибкость мышления потому что если человек вот из чем таких характера это он оба стороне смотрят ситуацию на на любую общую жизнь на не одностороннюю то скорее всего в трейдинге у него не получится потому что не бывает каких-то односторонних ситуациях всегда может пойти вверх то есть все говорят он будет расти но он будет пары потому что обычно он против большинства и поэтому для меня самая важная черта это гибкость мышления человек должен со всех сторон смотреть на ситуации и ну для меня в ответ очевиден что он не все не всем это дано то есть во первых склад ума то есть математических от ума приветствуются но если склад ума это какой-то там литературный да то не пойдет то есть девушки женщина не к сожалению на мой взгляд прейдеры не очень именно это склада ума сейчас на тебя посыпется в комментариях весь просто ответ такой что мы это мнение это мнение когда это мнение нужно стараться просто не то что девушки или что там нужно просто вырабатывать мышление именно трейдерс ко всему подходить с таким конструктивно с такой критикой до всегда то есть всех сторон очень важно любую ситуацию смотреть многогранно вот на мой взгляд то вот это вот основной это гибкость мышления далеко не у всех она есть и другой стороны да то есть трейдинг это такой бизнес я всегда сравниваю с бизнесом и для меня тренинг это такой очень быстрый то есть если ты строишь обычный бизнес это нужно годы чтобы его наладить как-то это все делаешь тренинг это буквально недели то есть ты принимаешь решение и на либо дает результат положительный либо отрицательный поэтому с этой точки зрения что тренинг это очень сложное занятие нужно правильно подходить ну я наверно соглашусь с артемом и тут на самом деле очень много факторов влияет во первых в каком положении находится человек что у него со временем если свободное время или нет какое у него финансовое состояние сейчас в долгах он либо у него есть какая-то подушка либо вообще в принципе не нуждается в деньгах ему это просто интересно возраст ну может быть возраст тоже как-то играет роль то есть однозначно это не каждому подходит и в первую очередь мне кажется из-за состояния в каком человек приходит к трейдингу то есть если у него время и если у него возможности прожить грубо говоря год без доходов без какой-то копейки заработанной и возможно даже чуть больше грубо говоря вот так саш всем подходит трейдинг или нет вопрос наверно не подходит он всем а могут ли все могут ли да могут ли все заниматься трейдингом торговать нет именно про активную спекуляцию внутри дня про скальпинг провод тут все что хардкорное внутри дня через привод именно это мой ответ потому что нет а можно со мной согласиться либо нет но в общем а стандартная картина человека который от максимально может добиться успеха именно в скальпинге именно в трейдинге конечно они могут варьироваться вот именно база желательно чтобы человека не было денег но то чтобы он был голодный ну что обычно когда люди приходят с деньгами ну то есть не знаю там пришел парень у него там квартира даже не то что сливает а нет нужды то есть у тебя есть квартира у тебя есть машина родителями допустим тебя всем обеспечили в большинстве своем такой человек не сильно замотивировал к сожалению то есть я по крайней мере статистика и мой опыт говорит именно так то есть она еще был в кавычках голодный то есть именно к достижению а возраст конечно же то есть здесь возраст и гибкость обычно максимальную шанс успеха это вот там с 18 до 25 именно в этом диапазоне да старше тоже можно но это уже сложнее и ну и чем как бы старше тем сложнее добиться когда я много я встречался с людьми которым там допустим 50 плюс лет если человек первый раз пришел в трейдинг и хочет им на активной спекуляции скорее всего там шансы крайне низкие если он уже был в трейдинге лет 20 то он очень богатый человек ведь именно две категории обычно было люди возрасте либо они очень богат и были просто именно этим занимается много лет либо но крайне тяжело это все и вообще давалось и естественно большая цель то есть вопрос нужно заводить зачем вам это надо зачем уметьте в скопе трейдинг зачем вам заниматься всем этим то есть ниужели вам не достаточно то что мы гриру что не нужно dele заниматься если вы понимаете том что что вам это нужно действительно, если вы хотите этим заниматься, у вас горят глаза, вам интересно, то есть это очень важно, то шансы максимальные. Но если вы не понимаете, зачем, это тенденция, мода, или там ваш друг этим занимается, какой-то там коллега, да, и он там крутой трендер, и вы хотите так же, просто потому что он такой, то шансов, ну, не очень много. И касательно женщин, ну, ладно, насчет женщины я не буду сейчас говорить. Ну, просто есть определенная статистика. Ну, ладно, окей, насчет женщины нет. Ну, а он, у меня глубокое убеждение о том, что психика нормального мужчины и нормальной женщины, она отличается, то есть это из-за физиологии, то есть как бы психика разная, и, соответственно, если женщина, ну, с женской психикой сложнее в трейдинге, то есть здесь слишком большой риск, здесь слишком большая неопределенность на будущее, это связано именно с особенностью организма и гормонов. И, конечно же, с точки зрения статистики, ну, тысячи трейдеров, тысячи, если признаться честно, то именно чего-то большого пока я еще не видел ни одной женщины. А есть женщина, очень успешная, как ее Синтия, я про нее писал, в общем, у меня был... Это прекрасно, окей, одна из тысячи, ну, здорово. Ну, да, то есть немного девушек, женщин. Я говорю про стандартную ситуацию, по крайней мере, может быть, одна из тысячи, окей, есть, и причем я говорю про что-то очень значительное, то есть я не говорю про стандартные результаты, я говорю про значительные результаты, но, по крайней мере, я таких не знаю. Хорошо, ладно, я, значит, предлагаю вам на этом закончить, надеюсь, что запись... Ну, в общем, все будет хорошо. Огромное вам спасибо за то, что вы согласились еще раз пообщаться. Надеюсь, этот формат видео зайдет всем подписчикам, они оценят, они прокомментируют, и если им всем понравится, мы, возможно, соберемся еще, возможно, не в этом составе, возможно, кто-нибудь еще к нам подключится. Спасибо, Сергей, просто круто было. Огромное спасибо вообще за счет. Спасибо, было очень приятно. Давайте всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok